Ослепление сердца. К последствиям грехов относится и то, что они ослепляют сердце, либо ослабляют его способность видеть истину, и это неизбежно. Мы уже разъяснили, что грехи ослабляют эту способность, и этого не избежать. Когда сердце слепнет или слабеет, то, соответственно, ослаблению способности видеть истину, страдает его знание верного руководства и способность осуществлять его в отношении самого себя и других. Человеческое совершенство зиждется на двух основах. Это способность отличать истинное от ложного и предпочтение истинного ложному. И положение творений перед Аллахом в этом мире и в мире вечном соответствует их положению в том, что касается этих двух основ. Именно с ними связана похвала, с которой Всевышний Аллах отозвался о своих пророках. Так Всевышний Аллах сказал, «Помяни, о пророк, наших рабов Ибрахима, Исхака и Якуба, сильных в притворении в жизнь истины и прозорливых в религии» Сура Сад, аят 45. Таким образом, о них было сказано, что они полноценно понимают истину и притворяют ее в жизнь. Здесь людей можно разделить на четыре категории. Упомянутая в аяте категория – это самые достойные и наиболее почтенные пред Аллахом из его творений. Вторая категория – противоположность первой. Они не обладают способностью видеть истину, и у них нет сил для притворения истины в жизнь. К этой категории относятся большинство людей. Созерцание их – будто соринка для глаза, лихорадка для уха и недуг для сердца. Они создают всякие трудности на земле, взвинчивают цены и ничего, кроме позора, общение с ними не приносят. Третья категория – к ней относятся способные видеть истину, но слишком слабые для притворения ее в жизнь и призыва к ней. Таково положение слабого верующего, а сильный верующий – лучше и любимее для Аллаха. Четвертая категория – к ней относятся люди, обладающие силой, пылом и решимостью, однако слабо видящие истину и почти не отличающие приближенных милостивого от приближенных шайтана. Такому человеку, образно говоря, все черное кажется фиником, все белое – куском сала, всякая опухоль жиром, а всякое полезное лекарство – ядом. Среди представителей этой категории нет способных к предводительству в религии, к этому способны лишь представители первой категории. Всевышний Аллах сказал, «Мы воздвигли среди них подающий благой пример предводителей, которые вели остальных прямым путем в соответствии с нашим повелением, поскольку они были терпеливы в исполнении велений Аллаха, соблюдении его запретов и призыве к Нему, и твердо верили в наши знамения». Сура «Земной поклон», аят 24. Всевышний Аллах сообщил, что предводительство в религии обретается благодаря терпению и твердой убежденности. Как раз таких людей Всевышний сделал исключением из оказавшихся в убытке и поклялся временем, в которое трудятся и преуспевшие, и те, кто окажутся в убытке, что все остальные окажутся в убытке. Всевышний Аллах сказал, «Клянусь временем, что люди окажутся в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали благие деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение». Сура «Время», аяты 1.3. Вот как толкуются эти аяты в одном из тавсиров. «Аллах поклялся временем, поскольку в нем заключены чудеса могущества Аллаха, указывающие на его величие, что потомки Адама в гибели и ущербе». А рабу Аллаха не разрешается клясться никем и ничем, кроме Аллаха, потому что клятва не Аллахом, есть предавание ему сотоварищей, ширк. Исключение же из пропащих и терпящих убытки составляют лишь те, кто уверовал в Аллаха и совершал благие дела, те, кто завещал друг другу придерживаться истины, трудиться в покорности Аллаху и проявлять терпение в этом». Тафсир Муэссар. То есть, недостаточно просто знать истину и проявлять терпение. Они должны были завещать ее друг другу, направлять к ней друг друга и побуждать друг друга к следованию ей. Таким образом, все остальные окажутся в убытке. Грехи же и ослушание Аллаха, как известно, ослепляют сердце, и оно оказывается неспособным воспринимать истину должным образом. И грехи отнимают у сердца силы и решимость, и оно делается неспособным проявлять терпение в отношении истины. Более того, может дойти до того, что человек начнет воспринимать все наоборот, разворачиваясь на своем пути к Аллаху, так что ложное начнет казаться ему истинным, а истинное ложным, одобряемое порицаемым, а порицаемое одобряемым. И вот он поворачивает назад на своем пути к Аллаху, и вместо путешествия к Аллаху и миру вечному отправляется в путешествие к пристанищу душ, приверженных ложному, удовольствовавшихся земной жизнью и привязавшихся к миру этому, предавших забвению Аллаха и его знамения и оставивших приготовление ко встрече с ним. Всевышний Аллах сказал, «Неужели мирская жизнь вам угоднее последней жизни? Но приходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с последней жизнью ничтожно». Сура покаяния, аят 38. «Если бы это было единственным скверным последствием грехов, то и это было бы достаточным поводом для отказа от грехов и отдаления от них. А Аллах тот, кого просят о помощи». Покорность освещает сердце, проясняет его и полирует, придает ему сил и укрепляет его, так что в конце концов оно уподобляется чистому зеркалу в своем блеске и чистоте и наполняется светом. И стоит шайтану приблизиться к такому сердцу, как его настигает свет его, подобно тому, как огненные шары настигают шайтанов, которые пытаются подслушивать беседы ангелов. Шайтан боится такого сердца больше, чем волк боится льва. Обладатель такого сердца поражает шайтана, и тот падает сраженный, и вокруг него собираются другие шайтаны и говорят друг другу, что это случилось с ним. И кто-то говорит, это человек поразил его, это он оставил на нем след свой. О, взор сердца свободного, озаренного, свет которого шайтана сжечь готов. Неужели такое сердце сравнится с сердцем, наполненным мраком и разными страстями, которое шайтан превратил в свое жилище? По утрам он приветствует его и говорит, да буду я избавлен от спутника, который не преуспеет ни в этом мире, ни в мире вечном. Я спутник твой в этом мире и в день воскресения, и ты спутник мой везде, в каждом месте. И если ты в обители злосчастных, то я тоже. Вместе с тобою в злосчастии мы и в позоре. Всевышний Аллах сказал, к тем, кто отвращается от поминания милостивого и отказывается следовать прямым путем, мы приставим шайтана, и он станет его товарищем, удерживая его от одобряемого и побуждая его к порицаемому. Они не будут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым путем. Когда же он, неверующий, явится к нам, он скажет шайтану, лучше бы между мной и тобой было расстояние от запада до востока, какой же ты плохой товарищ. Им будет сказано, «Вы поступали несправедливо, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения». Сура украшения, аяты 36-39. Всевышний Аллах сообщил о том, кто отворачивается от его поминания, то есть от писания, которое он не спослал своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, делая вид, что он его не замечает, не видит его, так что сердце его не понимает и не размышляет о нем, и не знает, какой смысл Аллах вложил в него. К такому человеку Аллах представляет шайтана в качестве наказания за то, что он отвернулся от его книги. Шайтан этот становится его неотлучным спутником и в покое, и в пути. Он становится его ближайшим другом и приятелем, а он прескверный друг и приятель. Затем Всевышний Аллах сообщил, что шайтан отвращает своего спутника и товарища от его пути, ведущего к нему и его раю, а этот заблудший и отвращенный считает, что он следует правильным путем. И когда два спутника явятся в судный день, один из них скажет другому, о, если бы между мной и тобой было расстояние, подобное расстоянию между Востоком и Западом, ты был для меня скверным спутником в земной жизни, ты отвратил меня от верного руководства после того, как оно явилось мне, и отвратил меня от истины и отдалял от правильного пути, пока я не погиб. И сегодня ты скверный спутник для меня. Обычно, когда кто-то делит с человеком постигшее его горе, это приносит ему некоторое облегчение. Но Всевышний Аллах сообщил, что в случае с разделяющими мучения в аду ничего подобного не будет. Человека ничуть не успокоит и не порадует то, что вместе с ним мучением подвергнется и его спутник шайтан. Это в нашем мире, когда горе общее, оно становится утешением. Как сказала Аль-Ханса, если бы не множество плачущих вокруг меня, я себя бы убила. Оплакивают они не таких, как мой брат, но все же, глядя на то, как плачут они, я утешаюсь. Однако Всевышний Аллах лишил этого облегчения обитателей огня. Он сказал, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения. Сура украшения, аят тридцать девятый.